В Краснодаре прошел общероссийский форум активных граждан сообщества. К настоящему моменту по всей России форум собрал более 4 тысяч человек. На площадках сообщества инициативные и неравнодушные жители Кубани представили проекты в ожидании государственной поддержки и участия инвесторов. Это были как открытые молодежные программы, так и планы школ, медиаресурсы, а также социальные начинания. Свой проект представил и Молодежный центр Краснодара. Наш главный редактор Ксения Савиская рассказала аудитории о первом молодежном интернет-канале. Главный редактор, далее режиссер Дарья Дроздова, Николай Слоуков, наш корреспондент, первый корреспондент, но не озарачивайся вам. Те наши подписчики, которые на нашей группе подписаны, они знают всю нашу команду. Все больше внимания молодых специалистов привлекает открытое обучение, безвозмездный обмен опытом. Конечно, выгода – это полученные знания. Один из таких проектов мы увидели на форуме. Проект «Студенческая школа» – это проект открытых лекций для студентов и недавних выпускников. Проект, куда мы еженедельно зовем нескольких спикеров, которые рассказывают о чем-то интересном. Он делается на партнерских отношениях, то есть мы кому-то помогаем, кто-то помогает нам. И сейчас материальной базы как таковой нет. У нас сейчас результаты в том, что приходят от 30 до 50 человек, чуть-чуть плюс-минус 5-10. То есть в среднем 40 человек на каждой встрече. Дополняемость всегда у нас разная. То есть на прошлом сезоне, к примеру, мы звали и депутатов Государственной Думы, и маркетологов, и менеджеров, и основателей компаний. Проект имеет не только общественный, но и политический вес. Ведь залог развития государства – его активные граждане. Форум, который проходит в эти дни в городе Краснодаре, является уникальной площадкой, где молодые, не только молодые люди, могут поделиться своими инициативами и найти конструктивный диалог, в том числе между властью и обществом. Мы сегодня всем нашим составом увидели интересные проекты, которые мы, надеюсь, будем реализовывать дальше в городе Краснодаре. Среди представленных программ особо был заметен яркий и добрый проект – школа танцев «Рыжий Дэнс». Практически 15 лет я занимаюсь танцами, и буквально 3 года назад так случилось, что я попал в ДТП. И лишился ноги, но после реабилитации, пройдя какие-то курсы, встав на протез, поступило такое предложение, такая мысль, почему бы не попробовать. Пришел момент второго сезона танцев, и я позвонил Даше, предложил, давай поставим, вот он. Вот он момент, когда давай поставим танец. Ну, в общем, на вот это восстановление нам понадобилось около двух месяцев, и потом буквально за неделю мы поставили номер. В школе направления у нас будут обязательные ОФП, СФП – это общая физическая подготовка и специальная физическая подготовка как для детей с ограниченными возможностями, так для деток и здоровых. И дополнительные направления – это будет брейк-данс, уличные стили танца, хип-хоп, вок. В первую очередь нам очень нужно помещение. Мария Караченцева, Игорь Свириденко. Специально для Первого молодежного интернет-канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова